МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале в студии Анна Семенова. Здравствуйте. Украинский дрон Камикадзе атаковал сегодня храм святителя Николая в селе Гружское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол церкви. Пострадавших нет. Еще один беспилотник ВСО атаковал социальный объект. Также дроны повредили кровлю административного здания и крышу частного дома. В Валуйском городском округе в селе Долго и в Певедрон спикировал на соцобъект. Пробита кровля. Почти год понадобился Следственному комитету для расследования убийства 15-летней Виктории Губановой. Подозреваемого задержали практически сразу. Им оказался ранее судимый 42-летний мужчина. Во время следствия Белгородец неоднократно стимулировал приступы психического расстройства с целью избежать наказания за совершенные преступления. По результатам проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизы фигурант признан вменяемым. Расследование уголовного дела находилось на контроле в Центральном аппарате ИСК России. Напомним, трагедия произошла в поселке Разумное в августе 2023 года. Тогда 15-летняя школьница ушла гулять, но домой не вернулась. Искали ее волонтеры Лиза Алерт, полиция, общественность. Участники терробороны нашли тело девочки спустя два дня. Белгородцы обвиняют в убийстве, изнасиловании, насильственных действий сексуального характера. В ближайшее время уголовное дело направят в суд. В сентябрь обещают стать одним из самых богатых на новые законы месяцы в 2024 году. Из главного разводиться и банкротиться станет себе дороже. Экскурсоводов будут аттестовывать, прививка от коронавируса перестает быть обязательной. А сотовые операторы не смогут в одностороннем порядке менять условия тарифа. Обо всем по порядку. Итак, госпошлина за расторжение брака с 650 рублей вырастет до 5000. Размер пошлины до признания банкротом физлица взлетел с 300 рублей до 10 тысяч. Юрлица должны будут оплатить сразу 100 тысяч рублей. Минимальный срок гарантии на новостройки сократились с 5 до 3 лет, а взыскать неустойку с компанией теперь не получится, кроме случаев, предусмотренных законом о долевом строительстве. Заемщики в сложной жизненной ситуации смогут продавать ипотечное жилье сами, без аукционов и судов. Нужно лишь уведомить банк до момента подачи им судебного иска. В сентябре вступает в силу сразу несколько новых требований к участникам дорожного движения. Водителям предстоит обновить аптечку, изменился ее состав, а таксисты будут обязаны не только оплачивать полисы ОСАГО, но и дополнительно страховать гражданскую ответственность перед пассажирами. Лимит возмещения установили в размере 2 миллионов рублей. Также вводится штраф за неоплату проезда по платным трассам. Новые требования к дорожной видеофиксации. Часть камеры уже отключили для перенастройки. Ужесточение затронут сферу капремонта жилых домов, а водоснабжающие организации теперь должны ежемесячно передавать в Роспотребнадзор сведения о результатах проб воды перед подачей ее потребителям. Запрет на пользование смартфоном в школах теперь закреплен официально. В учебную программу вернули изучение животноводства и растеньеводства. Вместо ОБЖ теперь основы безопасности и защита родины. Старшеклассники пройдут тактическую, огневую и военно-медицинскую подготовку. А еще школьники будут учиться управлять беспилотниками. В законе об образовании зафиксировали права педагога на уважение его человеческого достоинства, а также защиту от оскорблений. Раньше такие права были только у учеников. Анатолий Гончаров покинул пост генерального директора теплоэнерго. В этой должности он провел около 15 лет. Решение уйти принял в связи с выходом на пенсию. Анатолий Викторович Гончаров практически всю жизнь работал в сфере ЖКХ Старого Оскола. Был заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству во времена Шевченко. Затем являлся главой администрации городского поселения город Старый Оскол. После объединения города и района в единый округ был назначен замглавы по ЖКХ. Пять лет руководил мехзаводом, а затем вновь вернулся в теплосети, где и начинал работу в Осколе. Должность гендиректора теплоэнерго после ухода Гончарова занял Дмитрий Выхристюк, главный инженер компании. Старый Оскол на выходных отметит 431 день рождения. В этом году в связи с оперативной обстановкой торжества будут проходить в непривычном формате. В цели минимализма украсят все социальные объекты. Праздничные картинки уже появились в окнах музея, в библиотек, музыкальных школ. Каждое учреждение культуры вносит свою оригинальную нотку. Белый цвет как символ чистоты и надежды на каждом окне, пусть даже и под бронепленкой. Сегодня каждый житель Старого Оскола готовится к нашему любимому празднику – Дню города. И, конечно, все предприятия и учреждения хотят создать хоть небольшую атмосферу, но все-таки приятную для каждого ребенка, для каждого жителя нашего города. Мы с удовольствием подошли к концепции, которая была разработана в нашем городе, и украсили все учреждения в едином стиле. Поэтому каждый житель отдает свое сердечко, маленькую частичку, в честь праздника нашего любимого города. Главная идея оформления города в этом году – связь прошлого, настоящего и будущего. С предложением в этом же стиле украсить витрины и фасады, власти обратились к владельцам коммерческой недвижимости и стационарных торговых предприятий. Ожидается, что в ближайшие дни число поздравлений любимому городу в витражах и оконных проемах только увеличится к акции. Могут присоединиться все жители Старого Оскола, разместив тематические картинки и пожелания в окнах своих домов. Также в городе установят тематические баннеры. Масштабных затрат на праздничные инсталляции в этом году не предусмотрено. Традиционные и авторские куклы, народные костюмы, картины из лоскутков – все это с любовью к родине. В библиотеке имени Пушкина открылась персональная выставка народного мастера Белгородской области о скольчанке Елены Ислентьевой под названием «С мольбою и верой я счастья дождусь, моя цветущая Русь». Этим вечером в Пушкинке, как называют библиотеку горожане, собрались самые близкие ценители творчества Елены Ислентьевой. Но даже они впервые увидели сразу всю коллекцию работ староскойской мастерицы. «Все куклы максимально, вот прям видишь, как она в них кладывает душу. Я просто в восторге, потому что каждая кукла, как я рассказала, стоит история. И я впервые увидела всю её коллекцию. Очень понравились ангелочки, потому что очень красивые, очень проработанные. Не знаю, просто к ним тянет. Очень красивая работа». Встреча получилась трогательной. Друзья мастерицы тепло поздравляли её с долгожданным открытием персональной выставки и подпевали любимым песням. «И лисима, олю меня, по бескрайнеу, олю моему». В мини-музее библиотеки уже побывали куклы из разных уголков нашей страны. Все эти выставки курировала Елена Ислентьева. А своих кукол в стеллажах Пушкинке мастерица ещё ни разу не выставляла. Теперь время пришло. «Как-то, наверное, не совсем правильно организовывать столько выставок и не представить своё творчество в нашем любимом городе. То есть выставки были уже персональные в Белгороде, в Санкт-Петербурге. Но я думаю, что наконец-то и в родном городе можно представить своё творчество». Авторские и традиционные куклы в народных костюмах Белгородской области – обереги, текстильные церквушки, домики и полноценные сюжеты из лоскутков старых тканей. Выставка пропитана любовью к родной стране – России. «Выставка, наполненная светом, наполненная любовью, любовью к родине, народной культуре. Мне кажется, в настоящее время это очень важно – нести людям свет, нести что-то доброе своим творчеством, и чтобы как можно больше вот этого добра было». Работы на выставке – как недавние, так и с 12-летней историей. Но каждая по-своему дорога сердцу мастерицы. «Даже, наверное, интересно будет и зрителю, найдут ли они вот это отличие, вот этот профессиональный рост. Не знаю, каждая работа, она любима. И в каждый период жизни ты, ну, создавая работу, ты просто погружаешься в этот процесс и стараешься ему отдаться. И поэтому, по мне, так они такие все хорошие, все любимые». Выставка с мольбой «Вера, я счастья, дождусь. Моя цветущая Русь» в Центральной библиотеке имени Пушкина продлится до 27 сентября. Анастасия Проурдина, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Котики и неваляшки, украшения ручной работы, книги, одежда и даже сувениры из уже несуществующего Макдональдса. Все это покупали и обменивали в парке Солнечном. Впервые в Старомосколе организовали детскую барахолку. 40 мальчишек и девчонок попробовали себя в роли торговцев. Самому юному продавцу всего 5 лет. Афина Яранинов в свои 5 лет еще не знает разницу между спросом и предложением, но уже имеет предпринимательскую жилку. А с незнакомыми терминами помогает старший брат Кирилл. На барахолке они открыли свою точку. Все по 50. «На сегодня вот такой ларечек. Здесь продаются мотоциклы, коллекционные игрушки из Макдональдса. И попугай. Спасибо большое. Мы рекламируем сейчас будем. Друзья, уникальный экспонат на нашей юношке человеческого тела. Для всех, кто хочет, который в анатомии, игрушки, очень интересная книжка. Для Анастасии Язевой эта барахолка стала возможностью продать поделки, украшения и сумки из бисера, сделанные своими руками. Такое хобби может перерасти в настоящий бизнес. Поддержать 15-летнюю скольчанку пришла сестра Юлия. Продается у нас много слоя из бисера, амикуру, есть фигурки, есть украшения, есть брелки на телефон, колечки. А еще мы делаем на заказы. Эта сумочка стоит полторы тысячи, я ее плела три часа. Ну, это может быть 1200 рублей стоит. У каждой фигурки разные уровень сложности. И за счет этого идет исходная цена. Мне кажется, там не на всех шариков хватит. А так, по большей части, чем мы тут отличаемся от всех, это тем, что мы можем делать под заказ. Заработала Анастасия 750 рублей. Выручку планируют потратить на материалы для новых изделий. 11-летняя Алина Рахимова распродала товар на 300 рублей. Тоже пробует плести из бисера. Я сегодня продаю вот такие вот колечки из бисера, которые я сама делаю. Наколы, басики, колечки тоже. Чтобы продавить игрушку в новую жизнь и чтобы другие здесь могли делать. У Макары Ковтунова торговля закончилась, едва успев начаться. У парня купили сразу 10 его авторских картин. Уникальная техника пластинопластика. Вот такой цветок похож и на хризантему, и на ромашку, и на астру. Вот как хотите. Можно купить? Можно купить. Есть сдача? Сдача есть, Макар? Можно переводом. Мне 10 картин. 10 картин. Макар, мы тебя прорекламируем. Держи, покупатель есть, продавай, а мы пойдем дальше. Спасибо, Макар. На призыв принять участие в барахолке откликнулись 40 оскользких мальчишек и девчонок. На прилавках мягкие игрушки, машинки, поделки, книги, рюкзаки и даже одежда. Кстати, цены юные предприниматели регулировали сами. Ценники дети определяют сами и даже можно понять, какая из игрушек любимая, потому что она всегда дороже. Мы никого не ограничивали в цене. Каждый оценивает свою любимую игрушку по-своему или свою поделку, как он считает нужным. Это уже рыночные отношения, потому что ребята прошлись, посмотрели на другие цены. Кто-то уже сделал скидки, кто-то демпингует специально, понижает цены. То есть это даже такое получается образовательное мероприятие, когда дети могут понять вообще, как работает продажа. Каждому участнику барахолки вручили грамоты и сертификаты в образовательный центр на 2000 рублей. Яранина Афина. Какое уникальное имя. Афина, ты здесь? Я до тебя еще не дохожу. Вот она, бежит к нам. Афиночка, держи это. Благодарность тебе за то, что ты начинаешь первые шаги в предпринимательстве. Вот так вот помашь его туда в камеру девятому каналу. Вот так вот. Замечательно. Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня с нами. Также для ребят прошла беспроигрышная лотерея со сладостями и сертификатами на развлечения. Информация о следующей барахолке появится в группе организаторов парки и скверы Старого Оскола во Вконтакте. Лилия Емельянова, Александр Савин, Елизавета Очкасова, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семенова, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. Большой распродажей заканчивает летний сезон выставка-ярмарка «Элеганс». Изделия от фабрик Белоруссии, Узбекистана и России по отличным ценам. Платья, блузки, футболки, шорты, халаты, ночные сорочки, пижамы, носки. «Элеганс» предлагает одежду для всех возрастов. Размерный ряд практически безграничен. С 48 по 70. Как они приезжают, я посещаю эту ярмарку. И, как сказать, каждый раз что-то покупаю. Мне очень нравится белорусское качество. Нравится тем, что пошито по ГОСТу. И даже можно без примерки. Если стоит, допустим, 50-й, то ты так и знаешь, что это будет 50-й. Постельное бельё разнообразное, которое служит не один год, как говорят, верой, правдой и качеством. Что уж говорить об узбекском трикотаже или постельном белье из Иванова. Эти товары из натуральных тканей уже давно не нуждаются в представлении. На выставке-ярмарке много домашнего текстиля. Махровые простыни, полотенца, подушки, пледы, покрывала. Распродажа распространяется на весь ассортимент. Самые щедрые скидки – пенсионерам. Материал у нас идёт 100% хлопок и натуральная шерсть. С добавлением с вискозой и качественного палистера. Приходят постоянники, которые у нас окупаются уже не один год. Всё довольны, как всегда. Набирают всего и много. На выставке-ярмарке элеганс распродажа и детской одежды. А заодно можно подготовиться и к первым холодам. В ассортименте уже представлены мужские и женские ветровки, свитера, безрукавки. Ярмарка-выставка будет работать в нашем городе до 6 сентября включительно. Во Дворце спорта Аркада с 10 утра до 6 вечера. Здравствуйте, я про Урзина. Здравствуйте. Первый месяц осени в регионах страны начался по-разному. В Центральной России, несмотря на прохладу по утрам, в днём столбики термометров поднимаются выше 30 градусов тепла. На Урале с календарной осенью пришли и первые ночные заморозки. А дневная температура снизилась до плюс 17. В Старом Осколе в среду 4 сентября замороз как не ожидается. Даже наоборот. Погода будет тёплой и солнечной. Днём плюс 28-29 градусов тепла, к вечеру температура опустится до плюс 22. Ветер северо-восточный с порызме до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752-753 миллиметров катубного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова